Добрый день, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших телепередач, которые специально адресованы молодым следователям, дознавателям, лицам, которые работают в области охраны правопорядка. И в рамках восьмого нашего занятия, учебной телепередачи, мы затронем один из наиболее важных и, наверное, один из наиболее интересных с практической точки зрения, с точки зрения осуществления, с точки зрения реализации видов следственных действий. И это следственный эксперимент. Дело в том, что следственный эксперимент неординарное по своей сути следственное действие, которое, как мы сегодня будем более подробно говорить, заключается в моделировании той или иной ситуации. Конечно, не всегда, при расследовании не каждого преступления возникает необходимость моделировать ситуацию. Но иногда, для того, чтобы убедиться в подлинности тех или иных фактов, которые были установлены в результате следствия, для того, чтобы подтвердить те или иные факты, для того, чтобы устранить сомнения следствия относительно тех или иных фактов, требуется проведение того или иного следственного эксперимента для достижения целей полноты проведения расследования. В этой связи, конечно же, очень актуальным является соблюдение правил, которые выработаны практикой, соблюдение различного рода тактических приемов и рекомендаций при проведении такого рода следственного действия, которые позволили бы наиболее эффективно проводить данное следственное действие, позволили бы достичь положительных результатов при его проведении. И в вопросах, которые связаны с данным следственным действием, нас просветит мой коллега, мой гость. Это доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Всероссийской налоговой академии Березин Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. И с ним мы сегодня будем обсуждать эти вопросы. Итак, Дмитрий Валерьевич, что такое вообще сам по себе следственный эксперимент? На что он похож? Чем он характерен? Ну, вообще, история этого следственного действия довольно-таки недавняя. И возник он в 60-х годах XX века и, соответственно, насчитывает в настоящее время порядка 45 лет. Поэтому, значит, данное следственное действие довольно-таки новое, но имеется уже довольно-таки давний практический опыт в использовании. Потому что следователи это следственное действие проводили, но оно официально в законе закреплено не было. То есть, в законе, в уголовном процессуальном кодексе, в 60-х годах, который был принят? Да, до 60-х годов. Поэтому данное следственное действие получило уже широкое развитие уже после 60-х годов. Суть его заключается в том, что следователь или оперативный работник проводит ряд экспериментов. Или по-латыни экспериментом опыт. Ряд опытов для подтвердения наличия или отсутствия какого-либо факта. Значит, бывает несколько разновидностей данного эксперимента, то есть разновидности этих опытов. Теория криминалистики выделяет их порядка шести. Значит, первый это следственный эксперимент по установлению возможности восприятия какого-либо факта, события, явления. Видеть, слышать, чувствовать. Второй следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия. Третий это следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления. Могло ли при определенных условиях произойти самовзгорание? Мог ли падающий предмет упасть именно данным образом? Четвертый, по установлению хода события в целом или отдельных его деталей. Как преступник пролезал через окно, например. Как он связывал себя, бывает и такие случаи, имитируя при этом связывание, совершенное якобы другим лицом, целью ограбления. Пятый, это по установлению процесса образования следов. Ну, каким образом возник тот или иной след? И этот вид следственного эксперимента близок к криминалистической экспертизе, потому что эксперты еще до официальной разработки данного следственного действия эксперименты всегда проводили. Потому что ставили опыты по существованию того или иного явления и, соответственно, потом при получении образцов контрольных, при производстве этих опытов, производили исследования. Значит, и шестой, иногда в качестве самостоятельного вида, называют следственный эксперимент по установлению наличия или отсутствия профессиональных навыков. Ну, например, если мошенник мошенничает, если он работает в бухгалтерии, то, соответственно, он мошенничает с бухгалтерскими проводками, да? С бухгалтерскими документами. Вот. Если человек обладает какими-то специальными познаниями в области электротехники, то, соответственно, преступление он может совершить, допустим, убийство. С помощью каких-то электрических бытовых приборов. Причем различные способы совершения преступлений бывают. Поэтому вот этот вид эксперимента направлен на то, чтобы установить, является человек, обладает специальными знаниями в этой сфере или не обладает. Вот в целом, то есть, как бы, вот эти вот шесть видов следственных экспериментов, следственных опытов, значит, в настоящее время имеет место. Помимо этого, значит, эксперимент подразделяется на оперативный, как разновидность опытов, проводимых, так скажем, оперативным сотрудникам. И эксперимент, который проводят следственные работники, и эксперимент, который проводят эксперты. То есть, по субъекту, по лицу, который проводит данное следственное действие. Вот. Вот в целом, как бы, теоретическая основа данного вида следственного действия. Дмитрий Иванович, хорошо, что Вы нам сейчас сразу обрисовали теоретическую основу. Безусловно, тем, кто нас смотрит, будет интересно, в большей, наверное, мере, практическая основа данных действий, данного следственного действия. И перед тем, как мы с Вами обсудим те тактические рекомендации, которые наука криминалистика дает относительно того или иного вида следственного эксперимента, я предлагаю нашим телезрителям посмотреть небольшой видеосюжет, который иллюстрирует проведение непосредственно следственного эксперимента. Это реальный следственный эксперимент с реальной следственной видеозаписи. Телезрители могут на данном видеосюжете увидеть нашего гостя Дмитрия Валерьевича, который вот в свое время, работая следователем, сам лично проводил в рамках расследования определенного уголовного дела, сам лично проводил данный следственный эксперимент. И вот этот реальный следственный эксперимент, который был проведен, Вы сейчас увидите. Пожалуйста, видеосюжет. На основании статей 141-142 УПК РФ провожу протокол, провожу следственное действие, следственный эксперимент. Попов Анатолий Александрович, я Вам разъясняю статью 51 Конституция РФ, что каждый имеет право не давать показания против себя самого, своих родственников и близких. Попов Анатолий Александрович, вы даете согласие осуществить выплавку поддельной 5-рублевой монеты и изготовить форму для выплавления данной поддельной монеты? Даете, пожалуйста? Значит, понятые, фамилии и имущества Ваши? Никифоров Сергей Витальевич. Назовитесь погромче. Никифоров Сергей Витальевич. Никифоров Сергей Витальевич, да? Продолжение следует. Проживаете где? Да. Вот, там, вот. Ну, улица Антон-Ларсинька. Дом 1, 2, 17. Квартира 14. Город Аминькович. Медведево. Дин Анатон. Проживаете. Город Тамбов. Кангенциональные предприятия. Шесть. Квартира 370. Квартира 370. Квартира 370. Медведево Сергей Витальевич. Никифоров. Я вам разъясняю, что в соответствии с статьей 135 УПК Российской Федерации, вы, ваша обязанность, удоставить факты содержания в результате следственного действия, следственного эксперимента. Здесь вы разъясняете. Вам также я разъясняю статей 135 УПК Российской Федерации. Специалист. Молчанов Андрей Николаевич. Молчанов Андрей Николаевич. По специалисту Молчанову Андрею Николаевичу я разъясняю статю 133 УПК Российской Федерации и предупреждаю его об ответственности. Затказ и уклонение от выполнения обязанностей специалиста. Попок, покажите, пожалуйста, вот из представленных вам предметов, которые у вас были изъяты в квартире, которые вы сами изготовили. Покажите, что вы конкретно изготовили. Вот, формочка. Формочка. Для чего она нужна? Чтобы сделать из гипсов формочку. Формочка, да? А готовы слепки вы изготовляли сами, да? Готовы. Из гипсов, да. Да. Покажите, пожалуйста, это ваши? Да. Мои. Давно вы их изготовили? Как давно? Может, недели тринадцать. Недели тринадцать. Скажи, пожалуйста, сколько нужно времени для изготовления одной такой формы? Полчаса. Полчаса, да? А сколько она для высыхания этой формы? Трое суток. Трое суток, да? Попов, вот вам представлены предметы. Какие необходимы для производства формы и изготовления монеты? Какие не нужны, вы можете отложить в сторону. Смотрите, пожалуйста. Все нужны? Все нужны. Все нужны. Значит, давайте перечислим, какие предметы вам представлены. Значит, стакан с налитой водой. Примерно тридцать-пятьдесят грамм. Значит, чашка пластмассовая. Чашка не нужна. Не нужна, да? Нет. Так, что еще? Газовая горелка. Бокорезы. Пассатижи большие. Значит, скальпель медицинский. Гипс. Напильник. Напильник. Две формочки. Пост. Сплав свинца и... Чего это сплав? О, 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 свинца, да? Да. Так, Попов. Вот вам предложен кост. Газовая горелка. Уже включена. Вот две формочки. Вами изготовлены. Вот две резинки. Пожалуйста. Изготовьте нам поддельную монету. Вашим способом. Никаким бы изготовленным не у себя дома. Вы разогревали дома у себя, значит, олова, на чё? На газу. На газовое плетье, да? Да. Можем морю. Спасибо. О, locенно. Так. Все. Д In uncomfortable. Возьми накид Animation С. Возьми рекомендую. Я с удовольствием рекомендую. И одновременно. Предлагаю ему. Ламбе. Ну и все, потом застывает таски. После чего откусы вот эти вот. После просмотра видеозаписи, замечания у присутствующих имеется, понятые? Нет. Не имеется. У вас имеется? Подозреваем, у вас замечание имеется? По упаковке имеется какие-нибудь замечания? Полученные экспериментальные образцы были упакованы в конверт из листа, упакованы, опечатаны печатью номер 5 для пакетов и заверены подписями понятых. Следователь Березин Дмитрий Валерьевич, окончив написание протокола, заверил его подписями понятых и подписями специалиста и своей подписью. Время окончания 16.48 по таймеру 16.45. Итак, уважаемые телезрители, данный видеосюжет, который вы сейчас просмотрели, как раз вот иллюстрирует то, как должен проводиться следственный эксперимент. Итак, Дмитрий Валерьевич, здесь мы видели, что присутствуете вы непосредственно, да? Вот, мы видели, что данный эксперимент был связан вот с определенными, видимо, это фальшивомонетничество, я так понимаю, да? Так, да. Ну вот прокомментируйте, это опыт из вашей личной практики, мы смели убедиться, что у вас есть в действительности эта практика по следственным экспериментам. Что здесь было, прокомментируйте, что здесь происходило? Ну, более шести лет назад, вот, как видно из данного видеоматериала, один из жителей, значит, решил изготовить в домашних условиях пятирублевые монеты, металлические, и, соответственно, в домашних условиях, имея опыт, опять же, небольшое изготовление отливок, он в свое время получил такое образование техническое и мог изготавливать различные формы, различные делать отливки. И вот он, значит, приспособил в домашних условиях газовую плиту и изготавливал дома, значит, в домашних условиях пятирублевки. Ну, и потом через сеть палаток коммерческих, в коммерческих автобусах ездил, раздавал эти фальшивые деньги, менял их на настоящие и вот зарабатывал таким образом себе на жизнь. Как бы нигде не работал раньше, вот. Значит, вот такое вот было следственное действие. Но при его производстве там была определенная трудность по, значит, наличию вот этих вот предметов, которые использовались при изготовлении этих пятирублевок. Поэтому перед тем, как проводить данные следственные действия, пришлось провести обыск, изъять, значит, по месту жительства данного преступника деньги фальшивые, вот, которые он сам изготавливал, ну, и предметы, с помощью которых он проводил изготовление данных фальшивых денег. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, а зачем надо было, раз изъяли уже предметы, да, которые являлись, ну, скажем так, орудием преступления, да, то есть инструментом, с помощью которого создавались, по сути дела, вот эти вот фальшивые деньги, зачем необходимо проводить вот этот вот эксперимент, то есть имитировать, по сути дела, то же самое, что делал он? Ну, во-первых, значит, это мы получаем дополнительное доказательство, которое фигурирует потом в суде, вот, что мы не придумали, что он сам изготовил эти деньги, а на самом деле он сам обладает специальными познаниями, специальными навыками, с помощью которых он, в общем-то, и изготовляет данные фальшивки. Ну, и плюс еще, во-первых, данные, вот, изготовленные фальшивые деньги, которые он провел в присутствии понятых, в присутствии меня, как следственного работника, в конечном итоге потом направлялись на дальнейшее экспертное исследование. И вставился вопрос, однородно ли, или как, сходно ли по своему, значит, во-первых, химическому составу данные объекты, ну и, значит, однородно ли они по изготовлению, могли ли они быть изготовлены таким же способом, как изготовлены вот изъятые деньги из оборотов, которые были уже изъяты в Сбербанке, вот, и, значит, по данному факту было возбуждено уголовное дело, когда из Сбербанка изъяли фальшивые деньги, и вот уже стали, значит, производить поиск преступника, вот, в конечном итоге нашли, и вот с помощью этого действия следственного эксперимента были получены образцы для сравнительного исследования, и потом в конце концов была проведена экспертиза технико-криминалистическая, вот, и эксперт дал заключение, что данные две монеты, которые были изъяты из банка и получены в ходе данного следственного эксперимента, который вы видели, в общем, однородны, то ли тождественны. Дмитрий Иванович, какие особенности, какие аспекты необходимо, вот, было вам учитывать в рамках проведения данного следственного эксперимента? Какие, может быть, не знаю, методики какие-то специальные вам приходилось учитывать? Ну, видите, в чем дело, когда я начинал работать, такого опыта, вот, по проведению следственных действий, как таковых у меня не было, поэтому все приходилось спрашивать у старших товарищей, получать наставления от них, ну, и вот, когда проводилось данное следственное действие, ну, и там были допущены некоторые ошибки, вот, но в целом данное следственное действие было выполнено правильно, ну, вот, когда я там удалялся, уходил, значит, приостанавливал запись, или там, в общем, это все, значит, влияло на качество, во-первых, ну, и плюс еще, понимаете, перед тем, как готовиться к данному следственному действию, надо было собрать все необходимые предметы в одном месте. Не надо было ходить там, удаляться, или там, приостанавливать видеозапись, потому что увеличилось время работы по данному следственному эксперименту, и, соответственно, страдало качество самой монеты, даже и так. Поэтому, вот, в целом, в целом, там проводилась еще мною фиксация времени по таймеру, и, соответственно, фиксация времени по тем часам, которые у меня были на руке, потому что время выставлялось на видеокамере по тому времени, которое у меня, значит, соответственно, на наручных часах, которые, в общем-то, я носил. Вот, это делалось для того, чтобы не было нестыковки между, значит, фактическим временем и тем временем, которое было, значит, выставлено на таймере. Чтобы не было потом возможности у адвоката опровергнуть данное следственное действие и, в конечном итоге, признать его незаконным. Поэтому, в целом, вот, подытоживая то, что я вам сказал, в то время, когда я начинал работать, таких вот рекомендаций по следственному эксперименту, они были, но они были написаны с точки зрения следственного осмотра, потому что некоторыми авторами считалось, что следственный эксперимент – это разновидность следственного осмотра. Вот, но потом эти доводы были опровергнуты такими авторами, как Ороцкер, вот, и в конечном итоге, значит, значит, мы получили полноценную методику по, значит, проведению данного следственного действия. Ну и подытоживая вот ту информацию о том сюжете, который мы сейчас просмотрели, вы в расследовании достигли цели, то есть, виновный понес наказание в итоге? – Да, конечно, конечно. – Здесь результат был? – Человек получил, значит, наказание в виде лишения свободы, и если мнение, так скажем, память не изменяет, то до сих пор он находится в местах лишения свободы. – Сколько лет прошло? Ну, ясно. – Шесть лет, вот больше шести, а получил он порядка, если не ошибаюсь, 12 лет. – Ну, то есть, выполненные следственные действия, в общем, привели к результату, это хорошо. Дмитрий Иванович, скажите, пожалуйста, вот мы с вами сейчас в самом начале нашей передачи говорили о том, что существуют различные виды эксперимента следственного на восприятие, на воспроизведение действий и так далее. Я вам предлагаю сейчас более подробно остановиться на каждом из этих видов, и в частности, вот начать с восприятия, эксперимент на восприятие. Эксперимент на восприятие, как правило, проводится в тех случаях, когда необходимо установить, может ли воспринимать человек то или иное событие, то или иное явление окружающего мира. Поэтому, как правило, если необходимо провести такое следственное действие, использует человека, который одарен в каких-то областях. Например, если человек хорошо видит, или у него развит слуховой аппарат, развит слуховой аппарат, в этом случае проводит эксперимент по установлению, проводит вот эти опыты по установлению или отсутствию какого-либо факта, или же действительно реального события. Допустим, если говорить о проведении эксперимента соответственно по двигательным навыкам, когда человек двигается и так далее, бывает зачастую так, что он визуально не наблюдает, вернее, наблюдает визуальный объект и только наблюдает часть объекта, не видит лица. Ну, допустим, ноги, руки, да, или что-то такое. Да, да, да. Поэтому вот по двигательным навыкам тоже можно провести соответственно, значит, эксперимент. То есть человек несколько проводит, значит, соответственно, может быть, значит, он каким-либо образом наклоняется или ударяет ногой, чтобы такой вот факт имел место. Ну, допустим, это бывает нужно, когда мы устанавливаем события, какие-либо события совершенного, так скажем, преступления. Когда произошло столкновение с дорожным транспортным средством, или же это какой-то несчастный случай, бывает так, что зачастую человек, обладая какими-то аномалиями физического характера, может споткнуться или спотыкается постоянно, нога заплетается. То есть может быть и такой эксперимент. Скажите, пожалуйста, а вот проводится ли эксперимент, допустим, свидетелем, да, или же, допустим, самим же потерпевшим? То есть насколько я вот из литературы, из фильмов мог себе представить, что потерпевшему, допустим, дается возможность в соседней комнате голосом, да, вот как-то вот идентифицировать голос, допустим, да, находясь в соседней комнате. Это проводится так вот все эти моменты? Вот, ну вообще, как бы, проводят, конечно, что, но я считаю, что в этом случае надо точно знать, что потерпевший или свидетель, как вы говорите, точно узнает этот голос. Потому что зачастую бывает так, нет необходимости проводить данные следственные действия, проводить эти опыты для установления. Но это, опять же, это вид, разновидность опознания, опять же, не опознание. Это все-таки не эксперимент, а разновидность опознания, когда узнает человек голос. Эксперимент, вот в случае, который я говорил, то есть это отсутствие наличия какого-либо факта. То есть человек мог так двигаться или не мог, а вот узнает он или не узнает, это уже все-таки вид опознания, это не эксперимент, то есть нет смысла проводить такое действие, если есть другое. Запаховые, вот такой вот эксперимент запаховый, только люди проводят или, допустим, служебные собаки используются? Нет такого? Ну, это не эксперимент, это, опять же, опознание, это вид, разновидность опознания. Вот, и поэтому эксперимент, вот, как вы говорите, по запаховым следам, это все-таки, когда необходимо установить, значит, тот ли это человек, так скажем, или не тот. Ну, вообще, в общем-то, в практике неизвестны эксперименты по запаховым следам, скорее всего, разновидность опознания, вот, и на предыдущей передаче я приводил пример с кинофильмом, когда человек, значит, нюхач, нюхал, значит, соответственно, определенный предмет и потом, соответственно, давал заключение, тот ли этот предмет или не тот. Вот, поэтому, значит, вот в целом, как бы, говорить о том, что это следственный эксперимент нельзя. Безусловно, нельзя, и тоже, наверное, можно сказать о зрительном восприятии, да? Ну, зрительное восприятие, ведь, ну, у разного человека по-разному зрительный аппарат устроен, поэтому, если что-то мы видим, соответственно, мы воспринимаем это по-разному, у кого-то зрительное, значит, зрение хорошее, у кого-то оно плохое, поэтому эксперимент по, может ли человек видеть или нет, может ли наблюдать данное явление или нет. Хорошо, Дмитрий Иванович, вот мы с вами, когда просматривали и обсуждали тот видеосюжет, который был в самом начале нашей телепередачи, мы, видимо, я так, во всяком случае, понимаю, мы смотрели следственный эксперимент на действия, да? Это был именно вот на действия эксперимент? Ну, то, что, видите, в чем дело, эксперимент здесь был направлен не только на действия. То есть, проверить действия? Да, ну и, вот как я вам еще говорил, вот шестая группа, она заключается по установлению наличия или отсутствия профессиональных навыков. Потом в допросе данный гражданин признался, что он обладал определенными навыками по литью различных заготовок. То есть, он мог изготавливать отливки различных свойств и обладал способностями к профессии, точнее, обладал профессией по литейному делу. Вот и все. А вот вы упомянули, что есть такой вид следственного эксперимента, как эксперимент по установлению какого-то явления. Это что? Ну, вот явление я вам описывал, когда было хищение, и человек имитировал поджог с помощью графина с водой. Значит, стоял его на подоконнике, вот, фокусировал лучик света на паклю пропитанную керосином, происходило возгорание и, соответственно, происходило уничтожение всех следов, которые он преступной деятельностью совершил. Интересно, а как же это можно доказать? Ведь поджог фактически был осуществлен вне присутствия самого лица, который фактически произошел, ну, можно так сказать, по независимым от него обстоятельствам. Ну, поставить графин и сфокусировать, это, в общем-то, графин мог и случайно оказаться. Ну, понятно. Доказать как? Интересно, вот этого, значит, наличие вот этого эксперимента, который, вот, в общем-то, был проведен, оно, вот этот эксперимент был, стал известен правоохранительным структурам после того, как был проведен сначала осмотр место происшествия, был изъят осколки графина и был обнаружен очаг пожара, очаг возгорания. То есть, очаг был напротив этого графина, напротив окна? Нет, ну, естественно, графин был изъят, естественно, рядом с очагом возгорание, вот, стали разбираться, как он там оказался, почему следы горюче-смарочных материалов были найдены, вот, ну, и стали исследования проводить, потому что в том месте не было ни электрической проводки, не было, соответственно, никаких тепловых приборов, вот, ну, и, в общем-то, открытого огня там тоже оказаться никак не могло, ну, и вот, поэтому решили провести вот с помощью подобного графина такой вот следственный эксперимент. Удачно было? Ну, да, в общем-то, было удачно, но... Сумело поджечься? Да, был трудно найти этого преступника, точнее, нужно было доказать умысел, направленный на его поджогу. Умысел, да, действительно, это очень достаточно сложно. Поэтому там был ряд проведено следственных действий, и в совокупности вот эти доказательства доказали его виновность, вот, ну, и там, естественно, были различные формы допросов, вот, принималось, использовались различные такие оперативные действия, как, значит, контролируемая поставка, вот, когда данному человеку предложили, значит, приобрести крупную партию товара, вот, и, значит, он предложил обмен, и обменивал он на тот товар, который был у него на складе. Ну, и, естественно, эта поставка была оперативниками задокументирована, и в конечном итоге потом это служило доказательством по делу. То есть не просто там графин доказал виновность этого преступника, а тут все в совокупности. Немножко нереально, конечно, доказать по графину, по такому, и по такому вообще факту, факту, вот, по такому виновности. Ну, спасибо за такое вот разъяснение. Вы еще сказали, Дмитрий Владимирович, что существует такой вид следственного эксперимента по следам, то есть по определению каких-то следов. Вот что здесь, какие здесь рекомендации, какие здесь особенности существуют? Ну, вообще, это эксперимент по установлению процесса образования следов. Каким образом возник тот или иной след. А в каких случаях это, в общем, необходимо, вот такое установление такого факта? Ну, вот, пример такой из практики по выстрелу. Произошел выстрел из пистолета, да? И нам надо установить, что этот пистолет, этим оружием было причинено телесное повреждение или было совершено убийство. Соответственно, у нас изъяты образцы тех пуль, которые были или в трупе, или в теле живого человека при операции извлекли их, да? И нам надо установить, тождественны ли они с пулями, отстрелянными из данного вида оружия. Вот. И для этого, соответственно, проводится экспертом отстрел из данного оружия и изымаются образцы экспериментальные, которые потом служат для проведения баллистической экспертизы. А не является ли это экспертизой, по сути? Ну, видите, в чем дело. Да, это очень сходный с экспертизой следственный эксперимент данного вида. Но сейчас, в настоящее время, он применяется не только в экспертной деятельности, но и в практической следственной. Когда мы изымаем на месте происшествия, допустим, следы взлома, ну, допустим, проник человек в дверь и взломал дверь с помощью стамески, да? И изымаем следы отжима на пластилин. И потом это пластилин, то есть вот этот вот образец слепка предоставляем эксперту вместе с той стамеской, которая найдена была у потенциального преступника. И ставим вопрос, однородно ли по своему, точнее, могло ли данное повреждение образоваться от конкретной стамески, вот от тождественной стамески, да? Если это тоже подтверждается, однородность повреждения и, значит, с помощью которого орудие было произведено, повреждение, то, соответственно, мы можем косвенно подтверждать, что конкретный человек это повреждение нанес. Вот, в принципе, значит, по данному виду эксперимента бывают различные формы, значит, и не только там, допустим, по кражам, по различным убийствам, вот, ну и, соответственно, могут проводиться данный вид следственного действия про лепаджогах, когда следы нужно установить, допустим, каким способом произошло возгорание. Вот, соответственно, изымается плавленый металл, да, или расплавленное стекло, да, и проводится эксперимент по, опять же, он больше экспертный, потому что потом проводится экспертиза по, какая температура была в очаге возгорания. Вот, для этого, соответственно, расплавляет аналогичное стекло и смотрит, как его химический состав изменился, как изменились его физические, физическая структура. Вот, и можно поэтому сделать вывод, каким образом был произведен поджог, какая горючая смесь использовалась, или с помощью чего был, так скажем, произведен этот поджог, и в конечном итоге совершено преступление. Скажи, Дмитрий Валерьевич, дело в том, что, вот как я себе представляю этот момент, может быть, я неправильно представляю, но, видимо, не любой объект материального мира, так скажем, может являться, так сказать, предметом следственного эксперимента. Какие-то ограничения в использовании следственного эксперимента есть в использовании предметов в следственном эксперименте, или какие-то еще аспекты есть ограничения? Ну, тут мы... Либо по закону, либо по рекомендации. Вы, я так понимаю, намекаете на права человека? Во-первых, на права человека, потом на объекты, которые представляют большую художественную ценность, там, историческую ценность, ну и просто материальную ценность тоже представляют. Вот я на это намекаю. Ну, то есть, можно ли использовать... Со всеми ли, да, вот, объектами можно проводить эксперимент? Ну, конечно, нет. Естественно, если это историческую художественную какую-то ценность представляет объект. Мы не можем использовать или портить данный вид объекта. И, естественно, проводятся другие виды исследований. Но, если говорить о картинах, вот если вы затронули этот момент, изымаются образцы краски не с самого слоя окрашенного, а с обратной стороны. Дело в том, что если это холст, то обязательно образцы краски проступают через холст. Мы можем аккуратно срезать с обратной стороны излишки. И можем провести по этим микроскопическим фактически волокнам краски исследования и провести опять же опыт по наличию или отсутствию тождества объекта. Допустим, если долгое время хранился объект в каком-то хранилище или в каком-то свертке, так, то часть вот этого вещества, которое было на картине, да, она могла вот это вещество перенестись на объект, где он, где оно хранилось. И мы можем потом вот по этому объекту установить, хранился ли данный предмет в данном помещении или хранился ли в данном в свертке или футляре. вот тоже один из видов экспертного эксперимента. Но где-то вот на законодательном уровне зафиксировано, что нельзя, с чем нельзя проводить эксперименты следственные или нет? Ну, конечно. В законодательном уровне это с людьми нельзя эксперименты проводить обязательно, то есть, если это угрожает жизни и здоровью. Топить, например, нельзя человека, да? Утонет или не утонет, да? Как в старое время проводить ордалии, так называемые. Испытания. Испытания огнем, водой. Вот, поэтому, как бы, есть определенные ограничения в производстве данного следственного действия. Но, опять же, любое следственное действие нельзя проводить, если это унижает честь и достоинство гражданина. Вот. И закон это прямо запрещает. У нас не так много времени осталось, Дмитрий Валерьевич. И в завершении нашей сегодняшней телепередачи мне хотелось бы задать вам такой уже заключительный вопрос, если можно, недолго, коротко. Скажите, пожалуйста, а как фиксировать вообще результаты данного следственного действия? Ну, фиксация, как и любого следственного действия, значит, состоит из трех, как бы, элементов. Первое, это, естественно, фиксация, документальная фиксация в протоколе. Может быть, фиксация с помощью видеоносителей, аудионосителей. Ну, и в настоящее время еще используется фиксация на электронных носителях. Ну, так как данный вид следственного действия потом демонстрируется в суде, значит, криминалистика не рекомендует использовать фиксацию на электронном носителе, потому что нельзя будет потом провести экспертизу по тождественности данного продукта, полученного на цифровой камере или там цифровом каком-то фотоаппарате, чтобы потом не было вопросов у адвоката по законности производства данного следственного действия, фиксирует обычно, если это аудио на аналогом носителях, если это видео тоже на магнитных носителях, но не на цифровых. То есть, правильно ли я вас понял, что сейчас, в настоящее время законодательством на нашем цифровые носители, как носители информации, доказывающие носители информации, являющиеся доказательством по преступлению, не признаются? Ну, в целом закон не запрещает, открыто закон не запрещает использование цифровых носителей доказываний. Но мы не можем проверить данные цифровые объекты на подлинность их. Нет таких пока экспертных разработок, вот, и поэтому осторожно используется данный вид фиксации. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, фотографии, сделанные цифровым фотоаппаратом, а впоследствии, ну, что называется, перенесенные на соответствующие бумаги. Сейчас такое очень развито. Вот это может являться фотография, которая сделана цифровым фотоаппаратом, а потом перенесена на... Ну, вы как знаете, сейчас техника развивается семимильными шагами, поэтому изготовить такой монтаж, фотомонтаж, использовать, допустим, тело другого человека, наложить, фактически эксперт вам не различит подлинность, или, ну, скажет, да, что изготовлены на цифровом носителе, но не даст заключение, этот конкретно человек изображен, или это фотомонтаж. Поэтому, я думаю, что не решаться эксперты проводить такой вид исследований и давать однозначный ответ, что этот человек именован. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, уважаемые телезрители, время нашей телепередачи сегодняшней подходит к концу. В рамках сегодняшнего занятия мы с вами познакомились с одним, наверное, из наиболее интересных, одним из наиболее динамичных следственных действий. Это следственный эксперимент, мы его с вами рассмотрели в самых разных апостасях, мы рассказывали сегодня, рассматривали методики проведения экспериментов на восприятие, на действие, на явление, на сопоставление следов и так далее, и так далее. Очень надеемся, что те практические сведения, которые были вам сегодня предоставлены, будут полезны для вас как в общем, в общеобразовательном плане, так и в плане вашей профессиональной деятельности. На этом все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,